Сегодня поговорим про легендарную игру, которая уже целый десяток лет держит первые строчки рейтингов среди любителей онлайн-игр. Эта информация будет интересна не только тем, кто играет в эту игру, но и тем, кто слышал о ней хотя бы раз. И расскажем вам ту жесткую правду, как вас в этой игре обманывают. Всем привет! Вы на канале 2HDK и с вами я, Константин. Как вы догадались, по превью это легендарная игра Мир Танков, Board of Tanks. От белорусских создателей один из главных вдохновителей и учредителей, это Виктор Кислый, который учредил компанию Wargaming. Да-да, вы не ослышались, эту компанию основал Беларусь. Но она не является белорусской, давайте не будем путать, так как зарегистрирована данная компания на Гипре в городе Никосии. В Википедии можно более подробно ознакомиться с историей развития данной компании. Ну а мы вернемся к продукту Wargaming. Это Мир Танков. Продукт, который за считанные годы сделал Виктора Кислого миллиардером. И многим представляется, что он создал игру, в которую ты можешь играть бесплатно. Ну а если хочешь получить дополнительный плюшек в виде ускоренного развития или танка, то нужно немножечко, немножечко доплатить. В общем, в сознании образовывается простая схема в виде линейного развития, где красная линия это бесплатное, неспешное развитие, а зеленое это где немного проплачивая, движешься чуть быстрее. Но, друзья, вы запутываетесь, и все это гораздо сложнее. И схема эта выглядит вот так. Кстати, пишите в комментариях, были ли у вас такие ситуации, как я приведу пример немного позже. Вы зарегистрировались в игре и решили немножечко поиграть. Твердо убеждены, что донатить не обязательно. Я часто слышал от многих людей, что я да никогда не буду платить за эту игрушку. Но разрабы думают по-другому. И я скажу больше, они не думают. Они знают, что вы заплатите. Так как вся игра настроена на то, чтобы вы платили. Первое время вы будете играть с комфортом и даже будет получаться неплохо. Но как только программа поймет, что вы втянулись и уже вам нравится играть, то сразу же вступают в бой другие алгоритмы игры. Постоянное непробитие соперника, даже которое намного ниже вас уровнем или классом. Непопадание. Пропажа снарядов или пролет этих же снарядов сквозь танк противника. И тут вы попадаетесь на первый крючок. Вы начинаете использовать снаряды, которые стоят больше всех. На языке игроков это называется голда. Да, они продаются за игровые деньги. В игре это серебро. Его заработать становится все сложнее. А если использовать постоянно голду, то прокачка следующих уровней танков становится просто невозможна. Так как вы будете тратить практически все серебро. И купить следующий танк или модуль у вас банально не будет игровой валюты. Разработчики таким образом вас подталкивают к тому, чтобы вы купили премиум аккаунт, который увеличивает количество заработанного серебра. Ну или купили за реальные, кстати, деньги игровое золото, которое также можно поменять на серебро. Но если вы человек упертый, как например я, и решили ни капли не донатить с разработчиком, то алгоритмы программы продолжают работать так, чтобы ваша нервная система не выдержала. А добиваются они это следующим образом. Вас постоянно кидают слабые команды или команды со сплошными ботами, которые просто сливают бой за боем. Но даже если вы и здесь умудряетесь показать настойчивость и хорошие результаты, тащите за всю команду, то следующим этапом алгоритмов является то, что против вас играют читерские соперники, которые лихо пробивают ваш танк во все что угодно. Порой даже забрасывая снаряды за стенку или за угол. Кстати, если вы думаете, что компания-разработчик не знает у кого читы, то вы очень глубоко ошибаетесь. Если бы создатели игры хотели забанить всех читеров, то они это сделали бы в течение одного дня. Но вы же сами понимаете, что им это невыгодно, ведь читеры являются помощниками в выбивании реальных денег у вас и игроков. Да, компания периодически банит 5-10% читеров. Это, как правило, тех читеров, которые не донатят, ведь они зарегистрируются по новой и опять прокачают ветки. Будут платить или тех, у кого выкачан аккаунт, просто им двигаться уже некуда. А третья, самая маленькая группа, это читеры, которые, ну, рандомно попались для устрашения остальных. А если же вы пожалуетесь на читеров, то в техподдержке вам ответят, что обязательно с этим разберутся. Пришлите видео или скрин. Открою секрет, 80% пользователей технические характеристики железа не позволяют писать видео. Об этом хорошо осведомлены разработчики, не сомневайтесь. Но на этом не все. Разработчики прекрасно понимают, что есть настолько упертые люди, которые никогда не будут донатить. Соответственно, по ранее перечисленным причинам у вас стата будет, ну, 48-49%, как бы вы ни играли. И они периодически всякими акциями, розыгрышами подкидывают вам золото, либо прем-аккаунты, чтобы вы ощутили разницу. И еще раз попробуют вас вовлечь в процесс уплаты. Но вот вы сломались и решили немного задонатить, ведь прокачка танка стала веселее, играть стало гораздо комфортней. А разработчики часто продают прем-танки, которым не надо исследовать, а можно сразу купить и неплохо так на них фармить серебро. При этом разработчики обещают вам, что этот танк сохранит все свои технические боевые характеристики. Так было, к примеру, с танком Е-25. Кто играет, тот наверняка знает. И вроде опять же все круто, вы купили танк, прям-аккаунт, комфортно, продолжаете играть, но создатели игры это не устраивает. Ведь вы больше не хотите платить, у вас есть хороший танк, которым вы много зарабатываете серебра. И теперь вам уже донатить-то не особо хочется, тогда разработчики идут на следующий шаг. Так как они обещали вам не понижать те характеристики премиума танка, то они просто повышают характеристики остальных танков. Таким образом, вроде бы вас не обманули, но и при этом вынуждают вас перестать играть на этом танке. И думать, как опять же оплатить данную игру. То вам дадут глупую отписку и все. Это онлайн-игра, нет как в ресторане или в магазине книги жалоб, где придет надзорный орган и за некачественное предоставление услуг накажет собственника. Хотя бы по той причине, что собственник зарегистрирован на Кипре. И ему плевать, что у вас немножечко меньше стало денежек. А правила разработчики игры устанавливают самостоятельно. Ведь он, как правило, не в юриспенденции в вашей стране. В общем, данная игра это огромный клубок маркетинговых уловок, с помощью которых вас будут вытряхивать реальные деньги. И жаловаться куда-то или судиться с данной организацией абсолютно бесполезно. Все, что вы можете сделать, это просто не играть. Даже если вы играете без доната, таким образом вы наносите гораздо больше ущерб создателям. Кстати, компания Wargaming, по моему мнению, неплохо так зашкварилась. Сначала они установили в Минске танк Т-62 под видом того, что это в память 75-летия победы. Но я неустанно буду повторять, что танк Т-62 не участвовал во Второй мировой. И никоим образом к великой победе в борьбе с фашизмом не относится. А это всего лишь уловки компаний, чтобы на одном из главных проспектов установить свою живую рекламу. И, естественно, за нее не платить, как требует того законодательство Беларуси. Второй зашквар, по моему мнению, компания Wargaming, это что они оказали помощь Китаю в виде 10 миллионов долларов на борьбу с пандемией COVID-19. Вернее, не сам факт оказания помощи, а как они это действие раскрутили, раструбив во всех СМИ Беларуси. Понятно, что китайский рынок гораздо больше, чем белорусский, и такого рода помощь это дополнительный пиар. Но вот зачем об этом сообщать белорусам непонятно. В тот момент, когда белорусы столкнулись с этой проблемой, та же компания оказала помощь в виде 10 дней према аккаунта в своей же игре. Наверное, думают, что это лучше помогает бороться с пандемией, чем 10 миллионов долларов. В общем, помимо трэша, которого устраивает Wargaming в своих играх, на просторах онлайн они еще и успевают зашквариться оффлайн. Друзья, а какие вы знаете факты о данной игре и компании? Что вам нравится или нет? Напишите в комментариях, рад буду с вами это обсудить. До новых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова